18 золотых медалей взяли старооскольцы на открытом чемпионате и первенстве Белгородской области по Ушу Саньда. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из разных уголков страны. На татаме нешуточная схватка. Бойцам всего по 8 лет, но удары у них серьезные. А бой выглядит как партия в шахматы. Каждый шаг продуман. Шах и мат в этой партии поставил Артем Филатов из Краснодара. Было три боя и я выиграл, потому что я не летел на противника и ловил его на ошибках. Я смотрел, когда он открыт, когда закинет, когда надо атаковать, а когда не надо. Тренер Артема – сын и воспитанник старшего тренера Белгородской области по Ушу Саньда Евгения Аминова Андрей. Несколько лет назад он уехал в Краснодар, чтобы там развивать любимый вид спорта. Уверен, что только в Старом Осколе его спортсмены могут пройти такую сильную соревновательную школу. Приехали сюда для того, чтобы обкатать ребят, чтобы получить опыт. И тут очень хорошие бойцы, с каждым годом уровень соревнований растет, поэтому нам нравится сюда приезжать. Гораздо зрелищнее детских – бои юношей. Если малыши еще со страхом встречают удары, то взрослых не смущает даже кровь. Сначала, когда я вышел, я немного, конечно, получил, но потом я собрался с мыслями и понял, что дело не так. Я начал хватать ногу, бороться. Всего в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Старого Оскола, Москвы, Краснодара, Волгограда, Костромы и Воронежа, Белгорода, Валуик. Ну что, сань, да, это сейчас очень популярный спорт, развивается очень много, поэтому такое большое количество участников. И уровень боев очень сильно вырос. И как бы у нас в области только по результатам прошлого года 4 спортсмена из Белгородской области включены сборную команду России. И 3 мастера спорта только за прошлый год. Поэтому из них двое спортсменов, которые сборной страны из Старого Оскола. По итогам турнира будет сформирована сборная команда Белгородской области, которая отправится на чемпионат и первенство России.